Кольцо обычно снится к образованию прочных союзов между людьми. Это не обязательно бывает. Любовные, семейные, они могут быть дружественные, деловые, например, обязательства. Или же, может быть, приобретение какого-то славы, уважения. По-разному. Вообще-то кольца символизируют статус. Они могут раскрывать социальное положение, профессиональное, финансовое положение того человека, который носит эти кольца. При расшифровке снов следует знать, учитывать форму кольца, материал, с которым он сделан, и окружающие люди, которые его окружают, находятся рядом, или обстоятельства. Потом действие нужно смотреть. Оно в подарок, или нашел человек, или приобрел. Потом надо смотреть, какое, в каком состоянии кольцо. Поэтому кольцо символизирует, что круг, в основном, это круг. Поэтому может обозначать вечность, целостность. И плюс ко всему тому же, оно может обозначать долгосрочные обязательства. Чем дороже кольцо во сне, тем важнее для человека, который увидел это кольцо, его обязательства. И поэтому это также символ круга событий, в котором могут быть нерешенные проблемы, привязанность, клятва, верность и так далее. Может обозначать кольцо и власть человека, или доминирование человека в каком-то своем начале. Давайте рассмотрим пунктуально именно вот эти, хотя бы то, о чем мы говорили. Вид снов, где они нашли, кто носит его, в каком состоянии это. И обручальное или просто кольцо. Если есть обручальное кольцо, то, скорее всего, это может быть даже просто к свадьбе. Потому что мы носим обручальное кольцо. Если человек уже состоит в браке, то здесь он, большая вероятность, что может достигнуть в браке гармонии взаимоотношения со своим партнером. То есть обручальное кольцо предполагает союз и обещание. Обещание быть верным. Точно так же золотое обручальное кольцо, оно может говорить о новых каких-то полезных знакомствах. Почему? Потому что золото. И все равно обручальное это вы связываете себя какой-то клятвой. Клятвой, обязательствами, договорами и все остальное. Но обручальное кольцо у нас в голове все-таки стоит больше на партнерские отношения. Поэтому если человек не женат или не замужняя женщина, большая вероятность, может быть, именно к нахождению партнера, с которым можно связать свою судьбу. Кольцо еще и может быть такое слово «окольцованный», человека «окольцовывает». Вот если это слово есть, значит, это можно насильно на себе женить. Если кольцо для помолвки. Это лишь пробное обещание верности. Это как бы демо-версия верности и любви между двумя людьми. Вообще, золотое кольцо снится к счастью. В вашей жизни наступает хорошая полоса. И вот, во-первых, тут можно найти свое предназначение даже, гармоничное предназначение. И есть вероятность, во-первых, золотое кольцо, оно достаточно дорогое. И поэтому есть вероятность того, что от вас уйдут трудности и у вас наступает светлая полоса. Если кольцо, например, является семейной реликвией, то здесь уже, скорее всего, вы вступаете в брак или заключаете договор, который несут за собой какие-то старинные традиции и ценности. Если кольцо с камнем, тут надо смотреть камень. Очень важно камень смотреть, что он несет. Вы можете посмотреть в сонике, какие черты характера или какая энергетика идет на камне. Можно просто сказать вот по жемчику. Жемчик – это когда постепенно, постепенно каждый этот самый... На жемчик наславится перламутр. И поэтому здесь можно сказать, что желание человека – это давнее желание. Давнее желание, которое сейчас может исполниться. Это не обязательно обручальное кольцо. Поэтому вот это желание, большой вероятность, то, о чем вы хотели, оно достаточно быстро может исполниться. И вот эти эмоции, самые лучшие, хорошие, которые будут у вас, вы будете на небе отчасти. То, что вы получите. Кольцо с бриллиантом. Очень часто бриллиант делает защиту. Почему? Потому что это самый твердый камень. Поэтому вот здесь вот он является как бы защищенным. Но бриллиант еще один из самых дорогих камней. Поэтому вполне возможно, что человек может ждать носителя этого камня, может, или кто увидел этот камень на себе во сне. Это удача, успех, большая вероятность, может быть, еще и в деловой сфере. Поэтому такой сон может точно так же и исполнять желание человека. Если сломанное кольцо вы увидели, тут большая вероятность, что вы можете сломанное ломать какие-то отношения. Это может быть и семейные отношения, это может быть и с друзьями, это может быть и с партнерами, с которыми вы заключили договор. Сломанное. То есть вы разрываете отношения. Поэтому здесь в любом случае без конфликтов не обойтись. И поэтому в это время не надо допускать агрессию. Почему? Потому что здесь могут идти продолжения вот этих негативных событий. Если женщина видит во сне обручальное кольцо, и оно яркое, блестящее, все остальное, то здесь большая вероятность, что может быть, особенно если обручальное кольцо, оно может выйти замуж, и ее брак будет ярким и блестящим. Итак, понятно. Так, кольцо из сплава, под цвет железа. Здесь, может быть, человек будет надеяться, что будут очень хорошие взаимоотношения, как и с партнером, может быть, если кольцо из сплава, но оно не обручальное. Здесь вы можете со временем подумать, знаете, не все хорошо, что блестит, говорят. Поэтому здесь надо распознать, вполне возможно, что здесь могут быть какие-то не очень хорошие партнеры, с которыми вы можете заключать договора, друзья, может быть, и человек, с которым вы хотели бы составить союз любой, брачный, деловой, все остальное, он окажется не таким ярким и хорошим, как вы можете представлять. Если это старинное кольцо, здесь может быть кармическая связь, которая свяжет вас с... придет человек, который может быть кармически с вами связан. Поэтому случай может познакомить вас с человеком, который может встретиться на вашем жизненном пути. Если во сне ваше обручальное кольцо, как я уже говорила, было яркое, блестящее, но это... но обручальное, да, тогда если точно так же обручальное, это может быть и деловое кольцо. Значит, вот здесь вот эти все заботы и прочее, если вы заключаете договор, они отойдут в сторону. То есть этот партнер будет хороший. Ну а если все-таки вы женитесь, выходите замуж, ну, будем говорить так, достаточно яркое, блестящее будет начало. Там дальше я не знаю. Кольцо с печаткой. Печать ставится в основном на деловых бумагах очень часто. Поэтому это могут быть определенные обстоятельства, в которые вы можете расплачиваться с деньгами или которые могут касаться денег. Или обязательства. Ну, большая вероятность печать, вот, может быть, банковские какие-то деловые бумаги. Ну и так далее. Кольцо с большим бриллиантом. Если большое, это деловой успех однозначно. Почему? Потому что достаточно дорого это кольцо стоит. Поэтому с большим бриллиантом, если вы видели кольцо, здесь успех вы можете пройти через новые связи. Может быть, будут новые связи, какие-то новые договоры и все остальное. Если железное кольцо. Железное кольцо – это всегда много будете работать, работать, работать. Это, ну, железо. Ваши долговые обязательства будут приучать вас именно к труду. Серебряное кольцо. Здесь очень часто серебро показывает на семейные ценности, семейные, будем говорить, союзы, которые, ну, достаточно неплохо могут, ну, семья достаточно неплохо может существовать, даже если у нее не будет такого яркого, сильного союза. Это будет более спокойный союз. Но здесь все очень хорошо. Почему беспокойство с трудением могут вообще уйти в сторону? Ну, большая вероятность все-таки это с семьей. Медная к радости обычно снится. Золотое кольцо. Ну, золото, как я сказала, везде успех ждет в этом отношении. Фортуна будет к вам благосклонна. Так, что еще? Если много колец идет и надето на пальцы, перстни с драгоценными камнями, например, кольца с драгоценными камнями или перстни с печатью и все остальное, это очень часто люди, которые надевают очень много колец, это может быть указание на знак, может быть, искушение власти, может быть, указание на занятие черной магии в этом отношении. Хотя кольцо может быть знак почести, власти, уважения, если очень много. Но и очень часто именно вот маги, колдуны и все остальное надевают на руки очень много колец с камнями, потому что камни усиливают энергетику человека. Ржавое кольцо. Неприятие времени. Расставание с родными и близкими. Утрата уверенности в себе. Тоска, горечь из разрыва с любимым человеком. Это ржавое кольцо. Долго очень терпели и, может быть, даже просто упустили момент какой-то. Кольцо с надписью. Ну вот, если кольцо с надписью, я уже говорила, надпись, где бы она ни была, она дает буквальный текст. Ну, например, вот смотрите, есть такая притча Соломонова кольцо. К Соломону, у Соломона было свое кольцо, и оно всегда на нем было написано. Все пройдет. И когда у него начинается проблема, он смотрел на кольцо и говорит, все пройдет, все пройдет. И оно действительно проходило. Потом на него навалилась одна проблема, вторая проблема, третья проблема. Ничего не проходит. Смотрит на кольцо, но не проходит, не проходит. И он разозлился, взял кольцо, выкинул его в угол, потом пригляделся, а там с внутренней стороны что-то написано, а там написано, и это пройдет. Вот поэтому, если там есть надпись на кольце, запомните ее, это буквальный текст. Если вот, например, были гимнастические кольца, приснились, ну, это гимнастика, это для решения вопросов, которые у вас будут, или заключение договора, все остальное, вам необходимо будет для этого нарабатывать упорство, гибкость, терпение, если вы заключили договор. Дальше мы смотрим, где находится кольцо. Если кольцо где-то в ноздрю быка, это может быть элемент жестокости или украшение какого-то человека, который, будем говорить так, может быть вспыльчивый очень сильно. Это может быть, женщине, если приснился кольцо, значит, жених ее может быть вспыльчивый, но управляемый. Когда он женится, его можно где-то, будем говорить, управлять им. Сны, в которых вы можете носить на пальцах ног, ноздрей или еще что-нибудь, это может предполагать ваше стремление к более экзотической жизни, нестандартной. Если кольца были на всех пальцах, то может означать, что человек иногда пытается пустить, опять, если они не золотые, если они обыкновенные и все остальное, то есть он может где-то, не уверен в себе, и здесь может быть при помощи вот именно вот этих колец и все остальное, может быть быть хвастуном, демонстрация каких-то талантов, чтобы скрыть свои недостатки. И он может использовать именно вот это якобы богатство, чтобы вот эти какие-то недостатки у него, их, будем говорить, скрыть. Иногда, может быть, если очень много колец, то это может быть, если особенно у мужчины он надет, то это может быть коллекционирование все новых и новых партнерш. Если кольцо на пальце надето, надо смотреть, на каком пальце надето. Почему? Потому что здесь идут, если на мизинце, это успех. Успех, например, может быть в торговле, может быть в творчестве, может быть. Поэтому, если на мизинце, поэтому здесь может быть поддержка какая-то дружеская быть. Если на безымянном пальце, на безымянном, за мужество, если это идет, смотря какая рука, это может быть вдовству быть, если кольцо надето, особенно если оно деревянное или черное, мы будем говорить про это. Поэтому здесь на среднем пальце, да, и плюс все-таки у человека может быть удача, удача и богатство. Вот безымянное кольцо дает очень большую известность, может быть, на безымянном пальце. Опять, если оно с каким-то камнем, смотрите, именно вот этот путь может привести вас к успеху. И тогда, когда, ну, к успеху в каком-то деле. Средний палец, он может символизировать кармическую связь, кармическую связь с партнером, с которым вы можете или заключать договор, или брачный, или деловой, или творческий, смотрите сами. На указательном пальце это конкретно указание. Указание, смотрите, что рядом, потому что указывает, где можно заключить, а где можно, если поломанное кольцо, тем более, где вас ждет неприятности. На большом пальце, как правило, это все-таки ответственность перед чем-то, перед семьей, перед партнером, все остальное. Это символ обещаний, зароков, которые вы могли дать себе. Так, если снится сломанное, погнутое или поцарапанное кольцо, в ваших взаимоотношениях будут какие-то постоянные, может быть, ссоры, разборки, конфликты. Может быть, даже через конфликты вы можете прийти к каким-то отношениям. Но иногда бывает неудачный брак, и который, если сломанное, обручальное кольцо, и полностью не сбывшиеся надежды. Слишком маленькое кольцо, которое не налазит на палец, вы переросли в свои отношения, свою или должность, или еще что-нибудь. Но если без всякого успеха упрямо пытаетесь надеть на палец кольцо, которое оказывается слишком маленьким, вы выбрали неверный путь достижения своей цели. То есть партнер, может быть, деловой партнер, которого вы выбрали, это не ваша судьба. Если оно сдавливает палец во сне, то проблема вашего партнера будет вас ограничивать. Это может быть болезнь партнера, например. Обручальные кольца на руках знакомых. Посмотрите, это может быть знак знакомой. В каких сферах, может быть, вам придется заключить деловые отношения или обязательства какие-то взять. Если серьги в виде кольца, то у женщины, в основном, женщины носят кольца, вернее, серьги кольцовы. Значит, очень много может быть поклонников, которые... То есть женщина может пользоваться повышенным вниманием со стороны противоположного пола. Если у мужчины, вполне возможно, что и он будет пользоваться. Какие действия, вот надо смотреть, какие действия были связаны с кольцом. Если вы потеряли кольцо, то вскоре вам придется утратить связь с близким человеком. Или это деловой человек, или возлюбленный ваш в этом отношении. То есть это потеря. И поэтому, ну, здесь надо смотреть, если вы искали и нашли кольцо, значит, могут появиться новые знакомые или откроются новые перспективы для вас. Если украли кольцо во сне, то здесь кто-то пытается украсть вашего любимого человека, с которым вы планируете какие-то сделать обязательства. То есть может выйти замуж, может быть, деловое кольцо. Если украли кольцо во сне, здесь, может быть, какую-то идею вас украли. Или, может быть, переманили партнера, переманили вашего сотрудника. Но, тем не менее, если кольцо нормальное, хорошее, вы или найдете другого, или же этот человек вернется к вам. Если во сне вы носите в руках, не на руках, а в руках носите кольца, значит, у вас будут новые дела, в которых вы будете удачливы. Если не получается все-таки подобрать кольцо по размеру, ну, не удается вам где-то влюбиться, остаетесь равнодушны, как всем, кто вас не любит. Вполне возможно, что, может быть, время, именно когда вы можете с человеком общаться, вернее, влюбляться, может быть, это не время. Может, посвятить надо, может быть, себя работе, может, другим делам, творчеству, или что-то еще. Почему? Бывает, не время пришло. Поэтому насильственно не стоит где-то себя заставлять искать партнера, даже если ваши близкие к вас к этому подталкивают. Если вы продаете свое бручальное кольцо, значит, здесь может быть какие-то затруднения в материальном положении. Найти кольцо, как я уже сказала, вы можете найти. Если вы сперва потеряли, а потом нашли, значит, с кем-то расстались, потом нашли. Если просто нашли, значит, это очень благоприятный знак. Тут, может быть, очень интересная встреча быть. Можете приобрести верного партнера, друга, или человека, который может изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Мерили кольцо. Мерить кольцо, значит, примеряли какого-то партнера, примеряли, думали о заключении брака, ой, брака, делового союза. Размышляли. Стоит, не стоит. Поэтому здесь смотрите, что рядышком с вами находится. Это примерять надо, это думать надо. Видели во сне кольца на других? Может быть, если на других кольца, смотря кто, если у вас кольца на руках ваших сотрудников, коллектива и все остальное, здесь может быть достаточно большой рост в карьере вместе с коллективом. Если подарили кольцо, если особенно золотое, значит, кто-то хочет с вами вступить в продолжительные отношения, брак. Или может улучшить ваши отношения. Если кольцо дарите вы, то такие, то есть, вы подарили кольцо, значит, вы хотите точно так же поступить в какие-то отношения с другим человеком. Потеряное кольцо. Он может символизировать разрыв с партнером. И пока, может быть, не стоит заключить новые какие-то отношения. Хотя потеряное кольцо, то есть, вы теряете, теряете человека. Тут надо посмотреть, если брак, значит, вот тут потеряное кольцо. Можете потерять брак, смотря почему. Это не обязательно, что он будет от вас гулять. Это, может быть, какие-то отношения. Надо смотреть. Почему? Потому что это не очень правильно. Если это предупреждение об опасности. Потерять или расположение человека, или что-то многое, то, что для вас значит. Значит, сломанное вручальное кольцо – неудачный брак, который, ну, не сбывшиеся надежды. Если вы искали потерянное кольцо, значит, искали варианты для того, чтобы избежать неприятностей. Может быть, если искали что-то, может быть, даже и столкнетесь с каким-то лицемерием. Так, если расплавить кольцо, расплавить. Что такое расплавить? Это огонь. Может быть, чересчур много вы уделяете внимание своему близкому человеку. И вот здесь, вот, может быть, вы расплавляетесь, но хорошо или плохо, надо смотреть дополнительные символы. Почему? Потому что большая любовь иногда может привести, будем говорить, к затруднениям. Иногда у вас бывает очень много в окружении ваших партнеров. Или это деловые. Если расплавить кольцо, каждый день где-то вы встречаетесь, созваниваетесь, все остальное, пишете что-то. Это может пойти к негативу. Поэтому тут надо смотреть. Снимаете кольцо. Это боль. Вполне возможно, это угроза расставания. Так, поэтому, если оно не снимается, например, вы пытаетесь снять кольцо, оно не снимается. Это обременение каких-то обстоятельств. Может быть, много детей, больная супруга. Надо смотреть, с какого пальца, во-первых, как вы не можете снять его. То есть, это неволя. Неволя, которая вы бы хотели это сделать, но вы не можете это сделать. Ну, если во сне надеваете на любимого человека, это вы обещаете ему верность своим чувствам, обещаниям и все остальное. Или заключение. Ну, любимый человек – это любовь, слово «любовь». Так, что еще? Если покупали обручальное кольцо, то здесь могут на вас взвалить какие-то работы, обещания, все остальное. И лучших кандидатурок, кроме вас, не найдут. Почему? Потому что здесь заключение договора. То есть, покупать – это всегда платить за что-то. Вам придется платить за это. Если нашли кольцо, значит, встреча, новая любовь, новая дружба, новое самое. Если с трудом сняли кольцо с пальца, тут надо подумать, стоит или не стоит. Почему? Потому что здесь, может быть, стоит подумать над своим поступком, чтобы где-то, может быть, что-то следует и остать. Почему? Потому что для вас это будет немного тяжеловато остаться без поддержки. Если не можете подобрать себе кольцо по размеру, то есть у вас есть люди, которые могут заключить с вами или договора, или вот брачный союз и все остальное. Но дело в том, что вы никак не можете по размеру себе. Может быть, социальная планка у вас достаточно высока. Может быть, сексуальный аспект тоже вам не подходит. Поэтому вот здесь вот, может быть, где-то, если не можете подобрать, может быть, там разные могут быть проблемы, которые, ну, очень тяжеловато у вас будут выходить. Так, если упало кольцо, это плохой знак. То есть тут вы могли нарушить обещание, может быть, сами загулять, или, может быть, к убыткам, к потерям, может быть, в этом отношении. Если с вашей руки упало, ну, тут не исключение, что, может быть, партнер загулять. Уронить кольцо по ходу. Здесь опасность какая-то. Опасность, может быть, искушение. Знак, может быть, неверности. Такое тоже может быть. Чистили кольцо. Необходимости энергетической чистки. Может быть, попросить прощения. Стоит у человека, с которого вы, ну, вам говорит так, обогали, может быть, что-то сделали, обидели. Может быть, именно в этом. Если кольцо во сне причиняет вам неудобства, это какие-то обязательства в ближайшее время могут стать вам в тягость. И вам очень сильно захочется от них освободиться. Если вы нашли кольцо на дороге, означает, что кто-то может продвигать ваши дела. Если на стуле или где-то на столе, здесь какая-то помощь, может быть, в улучшении вашего благосостояния. Кольцо на стуле, на кресле. Это, может быть, получение нового места. Это по работе, может быть, по карьере в этом. Если вы видели, например, кольца на чужих руках, здесь, может быть, будете увидеть, что люди, рядом с вами, которые находятся, они готовы с вами в заключение сделок союза брачного. С ними можно подружиться. Так, что еще тут? Если черное или деревянное кольцо, обручальное, это, может быть, к смерти своего близкого человека, это, может быть, брачного партнера или порчи на свадьбе. Продолжение следует... Продолжение следует...